Всем привет! Я по-прежнему в Кыргызстане, с вами Курпсай. Вот за спиной мне можно видеть чудесное место, где я живу и работаю сейчас. А сегодня выдалась необходимость немножко подняться в горы, посмотреть, что там у нас с водопроводом. У нас вода поступает из источника, и уж это стало плохо течь. И мы с Михаилом поднимаемся, посмотреть, что там. И я за одним могу поснимать немножко видов. Вот идем вот сюда, там некоторые... небольшие фермерские хозяйства, домики и наши джайло, горные пастбища. Вот все выше и выше дорожка наша. Вот тут сыраюшки, но сейчас, наверное, скотина отогнана выше в горы. Никого нет. Маки цветут по склонам, и тюльпаны еще встречались мне в другом месте. И вот какое-то растение, похоже на хрен. Ну, это вот жилой домик. Причем, литой такой, из бетона сделанный. Не знаю, сейчас есть кто-нибудь или нет. Но для людей, не для скотины. Тропинка по живописным местам проходит. Еще собака с нами идет и защищает нас от телят. С основной тропы мы свернули. Нам нужно подняться вот туда, и там уже будет родник недалеко. Растение, растение напоминающее борщик. Не знаю, он ли это, или что-то другое. Вот засохший такой же. Ну вот, поднялись мы значительно высоко уже. Здесь тоже домик наверху. Здесь множество таких домиков, частных небольших хозяйств. Сейчас дыхание переведу, и дальше. Вон наши садки. Вот тоже согоюшка такая. Внизу уже разрушенная, заброшенная. И потрясающие виды вниз. Ну, это, наверное, высшая точка, на которую мы сегодня поднялись, да? Выше не будет, Миш? Нет, не будет. Потрясающий вид. Вот там видна вершина, и на ней еще есть снег. Еще не растаял. Хотя здесь высота не очень, не очень большая. Но вот снег еще лежит. Сегодня у нас 29-е. Или 28-е? 28-е. 28-е апреля сегодня. Ну, вот такое вот заброшенное хозяйство. Наша собака зашла в дом. И я немножко посмотрю. Ну, это для скотины. Помещение для скотины. А мы движемся к нашему роднику. Посмотрим, почему у нас вода не поступает. Как следует. В дождь здесь лучше не ходить. Наверное, очень скользко. Но сейчас, в принципе, можно без особой опаски. Но все-таки с осторожностью пробраться к роднику. По дороге встречается масса реческих растений. Я не ботаник, не разбираюсь в них. Вот, например, что-то цветет такое. Классно на шапунник. Вроде бы похоже на не шапунник, конечно. Это так. И запах потрясающий. Все пахнет. Все благоухает здесь. Прямо голова, аж кожица от запахов. Очень классно. Местная фауна. Вот. Встречаются местные жители, одичавшие здесь. Вот один из них. Нужно нам спуститься, чтобы до родника добраться. А здесь прям джунгли. Ну вот, мы дошли до родника. Смотрим, что с водой. Вот немного тут у нас не в то русло пошла вода. Сейчас направим ее, куда нужно. И будет у нас на базу поступать вода в нужном нам количестве. Сейчас Миша задел эту несанкционированную утечку. И вся вода будет попадать в трубу. И тихо. Обратно пойдем другой дорожкой. По ущелью. Миша знает здесь все пути. Но нужно быть осторожным на цепухе. Другой дорогой возвращаемся. Но тоже открываются прекрасные виды. Немножко заплутали. Никак не можем найти более-менее хорошую дорогу. Но спускаемся как придется. Ну вот, главная красота. Вышли на обзорную площадку. Вот отсюда видны все эти строения, которые мы посещали. И мы начинаем с пушкой. Возвращаемся на базу. Ну, это, наверное, высшая точка, на которую мы сегодня поднялись. Да? Выше не будет, Миш? Не, не будет. Потрясающий вид. Вот там видна вершина. И на ней еще есть снег. Еще не растаял. Хотя здесь высота не очень, не очень большая. Но вот снег еще лежит. Сегодня у нас 29-е. Или 28-е. 28-е апреля сегодня. 28-е апреля сегодня. 29-е апреля сегодня. 25-е апреля сегодня. Вот наша база. Виктор Викторович сидит на крыше и подчищает наш бак с водой. и вот они наши садки и все хозяйство спускаемся нужно работать буду я заканчивать свой репортаж небольшая вылазка мне очень приятно жаль что не могу чаще такие вылазки делать работы много но я знал куда приезжал поэтому особо часто радовать не могу вас ну вот по мере возможности спасибо что смотрите ставьте лайки пишите свои комментарии я всегда отвечу спасибо роман посторонний был с вами